Друзья, всем привет! Как вы знаете, дизайн Apple Watch Series 7 получился, ну, не совсем таким, как мы с вами ожидали, и в этом видео я решил исправить эту проблему и показать вам, как они действительно должны были выглядеть, и как, спойлер, они будут выглядеть в будущем. Меня зовут Максим, вы на канале Деминс Лаунж, поехали! Немного предыстории. Все сливы по Apple Watch Series 7 обещали, что это будет квадратный такой дизайн в стиле 12-х и 13-х айфонов, но, как мы видим, этого не случилось. Многие стали говорить, вот эти сливы, это все была фигня, но на самом деле, из той информации, что знаю я, Apple не успевали нормально сделать этот корпус, там были проблемы с производством, поэтому они отложили его до будущих времен и выпустили то, что мы имеем сейчас. Но, как вы знаете, просто так это все в интернете не появляется, наработки не появляются, и поэтому я специально заказал из Китая вот эту вот штуку, это ушлые китайцы сделали Apple Watch сами, до того, как они вышли, и в нужном нам корпусе. Поэтому сегодня мы с вами разберем вообще удобное это, красивое это, и я расскажу вообще, что это за гаджет. В общем, будет интересно. Пока же напоминаю, что если такой контент понравится, поставьте ему большой палец вверх, мне это будет очень приятно, там-нибудь подписывайтесь на канал, жмите на колокол, тогда ничего классного, интересного не пропустите, YouTube вам пришедет уведомление с выходом нового ролика. Итак, я уже, в принципе, у себя в Телеграм-канале публиковал, но давайте еще раз специально для вас я распакую эту штуку. Это вот такие вот смешные Apple Watch, здесь написано Ivo 7 Series 7 алюминиевый кейс на 44 царских миллиметра. В общем, максимально веселая штука, но самое главное, что корпус у этой вещи подходит нам по габаритам, к тому, что нам должны показать в Apple Watch Series 8 уже на данный момент. Знаете, комплектация тоже максимально эпловая, здесь у нас одна брошюрка, кстати, там написано, какое приложение надо скачать, чтобы это все работало, ремешок, часы, и здесь у меня еще есть зарядка к ним, зарядка проприетарная, не такая, как Apple Watch. Ну, извините, на это денег не хватило, просто она на таких магнитиках магнитится. Ну, я, собственно, вам потом это в детальном клоузапе еще покажу. Ну, и сами часики такие вот, они у нас квадратные, как вы можете видеть, то есть максимально то, что нам обещали, я еще взял в синим таком цвете, анодированном. И, знаете, я вам не скажу, что они выглядят плохо, я ждал такой дизайн, и мне данный дизайн в целом нравится. Понятное дело, что здесь он выглядит просто максимально дешево, я пока одеваю ремешок на них, но в целом он нормальный. Ну, то есть, да, если бы это сделала компания Apple, это бы выглядело в разы лучше, но даже так это выглядит хорошо. А самое главное, чтобы вы понимали, вот эта вся радость стоит, ну, где-то я купил его, по-моему, за 1700 рублей, и мне это обошлось очень дешево, поэтому вещь максимально веселая. Вообще, сегодня не рассчитывайте на какую-то серьезную аналитику, я буду максимально угорать с этой штуки, потому что она действительно прикольная. Например, вот эти вот ремешки, они максимально похожи на оригинал, но после приобретения Apple Watch SE я все-таки могу сказать, что разница видна, и оригинальные, они более мягче, они более эластичны. Но самое прикольное то, что вот здесь вот она не держится, и я могу ее просто спокойно туда-сюда прокатывать, но если я вставляю их в оригинальный Apple Watch, то это все работает, потому что здесь ушлые китайцы, они крепление-то ремешок, они взяли от обычных Apple Watch, а вот здесь крепление под него забыли сделать. И это, конечно, просто максимальный угар, но тем не менее. А еще скажу, что вот такая вот застежка, которая у нас обычная, да, стандартная, все-таки менее удобная после того, как поносил вот эту застежку от Apple Watch. Все, когда первый раз одевают Apple Watch, говорят, блин, как ее застегивать, непонятно. Но потом вот с этой штукой я уже такой, руку кладешь на стол, застегиваешь, неудобно. А в Apple Watch это все можно сделать достаточно интуитивно, так что вот в таких мелочах на самом деле дизайн промышленной Apple и проявляется. Кстати, если говорить о том, какие именно Apple Watch купить себе, вы знаете, что мой выбор 100% упадет на Apple Watch SE, тем более они сейчас продаются по достаточно интересной цене вот в этой новой комплектации, уже которая идет с Type-C разъем. Для этого давайте зайдем на Е-каталог, перейдем во вкладку смарт-часы и браслеты, и здесь, конечно же, выберем наши с вами Apple Watch. Здесь на Е-каталоге мы, конечно же, можем видеть с вами список всех смарт-часов от Apple. Нас интересует Apple Watch SE на 44 мм. Ну, традиционно вы знаете, что я люблю такие вот серенькие, темно-серые-черные. Кстати, обратите внимание, если вы берете новые черные, то ремешок там будет, конечно же, синий. И смотрим, где они по цене продаются. Как вы знаете, дальше мы, естественно, сортируем по цене, чтобы посмотреть, как это все будет выглядеть. И мы видим, что где-то от 23-24 тысяч можно их приобрести. Естественно, будут цвета у нас разные. Где-то серые, где-то серебристые, а где-то даже золотые. После этого мы можем нажать на кнопку «Подробнее», перейти и прочитать про товар на странице продавца. А также, если мы вернемся назад, мы, например, можем почитать технические характеристики, описания или отзывы, и даже сравнить не только цены, но и разные модели часов. Например, многие думают взять себе Series 7 или Apple Watch SE. Но, как я уже говорил, лично для меня выбор, конечно же, в пользу Apple Watch SE. Хотя, опять же, на e-каталоге вы можете сравнить по параметрам и подобрать, что вам более интересно. Ну и традиционно я напоминаю, что e-каталог теперь у нас появился с вами и в Казахстане. Поэтому заходите и посмотрите. Если что, ссылки я оставлю внизу в описании. Так, вернемся к так называемым Apple Watch. Я походил с ними достаточно долгое время, то есть я неделю мучился и ходил с этими часами. Но как мучился? На самом деле, никакого мучения не было, потому что мне лично многие люди писали, что вот такой дизайн в Apple Watch, он будет неудобен, потому что это квадратный, он будет давить на руку. Нет, нет и нет. Я тогда еще сразу говорил людям, типа, да с чего, куча из часов, которые квадратные, все нормально. И здесь я вам говорю, ничего не давит, все нормально, все выглядит классно, и все работает замечательно с точки зрения эргономики. Я вообще какой-то разницы не заметил. Они, наверное, чуть потяжелее, чем стандартный Apple Watch, но все же. Поэтому в целом, опять же, мне такой дизайн заходит, и я хочу, чтобы в Series 8 у нас все-таки его реализовали. Что вы думаете, напишите в комментариях, потому что я знаю, поделились люди на два лагеря. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. В общем, расскажите мне, какой дизайн от Apple Watch в будущем вы хотели бы видеть. Я вот за такой квадратный, потому что текущий дизайн, не поймите меня неправильно, он классный, он проверенный временем, он хороший. Но он потихоньку начинает устаревать, не с точки зрения какого-то морального, а с точки зрения того, что нам показывают один и тот же дизайн уже 7 лет подряд. И хотелось бы чего-то более нового, но вот опять же слухи говорят, что в следующем году для нас это наконец все изменится. Вот примерно в таком форм-факторе. А еще будет специальная версия Apple Watch для занятий активно спортом. Ну, что-то а-ля G-Shock, которыми можно будет подолбать камушки. Звучит, в общем, интересно. Самое прикольное, что они здесь сперли даже несколько циферблатов от Apple Watch. И если два из них выглядят нормально, то есть это, например, вот такой циферблат, он выглядит нормально, и вот такой нормально, то они еще сперли циферблат с Watch 7, с серии S7. Ну, все-таки это у нас тоже серия S7. И это выглядит максимально крипово. То есть вместо того, чтобы он просто показывал на одно значение, он постоянно у нас это значение меняет. Это, в общем, что-то еще происходит где-то с одним кадром в секунду, и выглядит это максимально дичь. Но так сами по себе часы работают достаточно быстро. Естественно, у нас здесь все скопировано с Apple Watch по менюшкам. Это все нормально. Из интересного, эти часы якобы, я не знаю, есть ли здесь действительно датчик кислорода в крови, умеют мерить кислород в крови. И я сравнивал с нормальным пульсоксиметром. Вроде плюс-минус показания схожи. Но, опять же, когда у тебя больше 95, тут сложно что-то, правду где-то поймать. Также здесь есть, на удивление, измерение давления. И он тоже плюс-минус показывает его точно. Хотя я уверен, что это просто какая-то программная эмуляция. Ну, потому что какой-то бред. Здесь нет ни надувающегося мешка, который может как бы сжать руку, чтобы померить давление. Ничего. Единственное, пульс они меряют достаточно точно. В принципе, от Apple очень небольшое отклонение. Но еще бы они пульс мерили бы не точно. Было бы совсем странно. И самое главное, живут по времени. Они достаточно долго. В остальном, с iPhone они работают нормально. То есть, у нас есть интеграция. Вы видите, когда вам приходят звонки. Естественно, нормально ответить на них не получится. Но увидеть его вы можете. Вы можете увидеть уведомления из того, что там телеграмма, ватсапа. То есть, я ходил, все приходило нормально. По времени автономной работы, конечно же, относительно обычных Apple Watch это небо и земля. Потому что за два дня они у меня разрядились на 20%. И это, конечно, смешно. Но еще раз, это как бы продукт своей ниши. Apple Watch продукт своей ниши. Я их брал только для того, чтобы потестировать, как будет выглядеть вот этот квадратный корпус. И знаете, я не разочарован. Потому что ничего плохого я в этом не вижу. Ну и, конечно же, так как они мне, по сути, не нужны. Так как я счастливый обладатель Apple Watch SE. О которых мы с вами чуть ранее говорили. Еще раз скажу, наверное, лучший Apple Watch за свою цену. То мне кажется, что было бы уместно, наверное, их разыграть. Потому что гаджет действительно неплохой. С ним можно пользоваться. С ним можно ходить. Он недорогой. Если что, в случае чего, его не жалко. Поэтому, да, я его разыграю. Условия будут максимально простыми. Нужно подписаться на этот канал. Нужно, естественно, оставить один комментарий внизу в описании. Желательно с вашей соцсетью. Чтобы мне вас было легко найти. Только ссылкой не пишите. Напишите просто название соцсети. Там, Telegram и ник. Или Instagram и ник. Тогда YouTube не будет эти комменты в блог кидать. И мне будет попроще. Ну, либо просто напишите комментарий. Но будьте тогда уверены, что мы с вами как-то в каком-то виде сможем связаться. Потому что иначе, как я вам смогу вручить ваш приз? Еще также убедитесь, что подписки на YouTube у вас открыты. Что у вас, в принципе, открыт аккаунт. Чтобы я мог проверить, что вы на меня подписаны. Единственное условие дополнительное. Этот розыгрыш у нас активируется с 500 лайков. То есть 500 лайков на ролике. Мы их тогда разыгрываем через пару недель после того, как это значение наберется. Потому что, ну, как бы, почему нет, да? Естественно, все условия еще раз можете посмотреть в описании. По России доставка будет за мой счет. За пределы России в теории мы можем доставить. Но там уже могут возникнуть сложности. Поэтому, если вы за пределами России, будем уже с вами индивидуально обговаривать. Но за мой счет, к сожалению, тогда доставка не получится. По территории России легко вам отправлю в любую точку. Так что, вот такой вот интересный дизайн. Вот такие вот интересные часики получились. Вот эти вот Evo Watch 7. Такие интересные часики получатся у Apple Watch. Естественно, они будут сделаны намного более качественно. Но, в целом, еще раз скажу, что мне данная концепция нравится. И я хотел бы, может быть, хотя бы в опциональном виде увидеть вот именно такое квадратное развитие часов в новом поколении. Мне кажется, было бы круто. Плюс за счет форм-фактора нам позволяет это немного увеличить аккумулятор. А как вы знаете, для Apple Watch это тоже действительно важный инструмент. Что же, если этот ролик вам понравился или был чем-то полезен, поставьте ему большой палец вверх. Мне это будет очень приятно. Там внизу подписывайтесь на канал. Жмите на колку, тогда ничего классного, интересного не пропустите. YouTube вам пришедет уведомление с выходом нового ролика. Про комменты уже говорил. Пишите, каким бы вы хотели видеть Apple Watch. Квадратный, круглый. Вообще, как бы вам нравилось, чтобы выглядел дизайн Apple Watch. Ну и в конкурсе не забывайте тоже участвовать. Также не забываем про вот эти два ролика. Специально подобраны для вас на алгоритме YouTube зацените. Если не видели его, то все, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим. Спасибо большое за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok